приветствую с мои родные любимые и сердце дорогие все кто смотрит эти ролики давайте сегодня продолжим тему реинкарнации наверно хотя тема судьбы может быть не связано с реинкарнации но я обещал хочу записать тоже этот ролик давайте прежде точно так же ознакомимся чтобы мы говорили на одном языке с общепринятым по крайней мере по википедии понятие судьбы я уже скажу свои мысли судьба совокупность всех событий и обстоятельств которые предопределены и в первую очередь влияют на бытие человека народа и тому подобное предопределенность событий поступков рог предоподобные слова это рок фатум доля высшая сила которая может мыслиться в виде природы или божества древние греки персонифицировали судьбу виде майор клота лохеса так короче здесь уже часто и т.т.т. ну то же самое да можно еще раз зачитать судьба одной из ключевых универсальных категорий человеческой культуры мифологема т.т.т. описывающий фундаментальные отношения человека и мира в ней выражены многовековые опции народного осмысления свободы и необходимости попытка назвать те силы которые управляют мировым порядком человеческим поведением три главнейших характеристики судьбы тотальность непознаваемость независимость от человеческой воли по выражению лосева это кстати русский философ прошлого столетия судьба есть нечто такое что движет всем и в то же время непознаваемое с одной стороны судьба ни с кем и ни с чем не считается с другой судьбе при всем предельном отчуждении от тех кто находится под ее воздействием есть дело до каждого тем самым судьба это внешняя сила которая сводит человеческую личность к всеобщему безличному приговору что делает ее неким небесным аналогом земного тоталитаризма характеристики судьбы сплошь негативные мрачные бессмысленные безжалостные все сокрушающие неотвратимое слепая этим характеристикам соответствуют облики судьбы в которых она является человеку смерть высший суд божественная воля слепой случай хаос и исследователь выделяет пять функций судьбы распределитель игрок режиссер взаимодавец судья распределитель дистрибутор это грецкие майоры и римские парки они наугад и вслепую распределяют возможные варианты жизни в их действиях нет логики зато много хаоса поэтому для такой судьбы характерны женские образы каждый человек получает от них свою долю поэтому судьбу распределитель называет уделом участью судьба играющие это также основном женский образ тюхе фортуна ее отличает непостоянство случайный каприз выбор фаворитов и злая насмешка над постоянными неудачниками везет не везет так описывает человек влияние свою жизнь этого вида судьбы режиссер судьба наоборот рационально имеющая цель сценарий своих действий каждое каждый человек это от этой судьбы получает роль во всемирном спектакле у героев главный у посредственных массовка эта роль называется предназначением предопределением судьба взаимодавец наиболее гуманно здесь предназначение заменяется призванием человек получает некий дар с условием правильного им распорядиться если это происходит судьба к человеку благосклонно он выполнил ее задачу но и человек не остается в накладе вид он реализовал свой талант судьба в облике судьи также судит человека по его поступкам к сожалению это часто делается по законам нечеловеческим но небесным которым которых человек может не знать поэтому возможны случаи когда известный праведник получает наказание грешник награда все же именно два последних облика судьбы наиболее совместимы со свободной воли да вот ну тут еще дальше до судьба на древнем востоке и пошло-поехало как раз тут и древний египет а которому сейчас так много в бытие с вами читаем судьба в античном мире судьба в представлениях славян судьба в представлении китайцев судьба у арабов судьба в христианском мире вот как раз есть да давайте кстати прочитаем по википедии интересно что про христианство в эклизиасте ветхий завет говорится о том что есть время умирать однако далее в эклизиасте запись следующий совет не погрязай в пороки и не становись глупым к чему тебе умирать и не в свое время это показывает что время смерти человека не предопределено ну то есть вот они уже выводы делает игру википедия тоже мнение да вот это не какая-то истина константа да ну ладно не пропричь то же самое чем свои выводы какие сделают ну вот такие мы с вами почитали ну я вам скажу свое да хотя мы в принципе почитали вот даже пять этих понятий таких о судьбе да что-то даже ведь и судья есть и режиссер и заимодавец да во первых у всех людей разные понятия даже вот нам пять они с они я уже говорил в прошлых роликах то есть википедии с является таким собирательным образом до собирательными определениями которые она из всего что можно набирает и кстати какая-то там группа таких же умников делает вот эти свои выводы да ну и что я вам могу сказать да давайте начнем опять с глобального да с масштабного с макро мира ну цель бога относительно человека в глобальном понимании она одна это чтобы человек был счастлив бог его для этого и создал бог сам благо и счастья и цель бога чтоб человек просто радовался веселился был в мире был счастлив был благ в абсолютном понимании этого слова да мы знаем что господь сотворил человеку прежде чем его сотворить сотворил ему рай еще насадил эдемский сайт сад на востоке где все было прекрасно да и и его смог сделал прекрасным и бессмертным то есть очевидно что цель создания и бытия человека это благо и бог благ и бесконечный вечен да но это глобальная цель почему игру все что мы потом и это вот эти и это не как я говорю это личность это я это истина а вот уже вот это вот знание сейчас мы их дотронемся они сильно ли имеют опять для нас значение поэтому глобальная цель именно такая а счастье благо человека невозможно без чего без совершенства без святости без спасения как хотите да без безгрешности вот вот этой праведности чистоты каким был и создан человек потом свалился и цель каждого человека вернуться обратно в это состояние да и неважно сейчас дело даже не водами а мы все равно появившись однажды в этом мире сюда нам творцом приведенных мы все падаем и потом все поднимаемся и поэтому конечно же вот эта цель глобальная она и всеют эти микро цели ставит как мы с вами в предыдущих роликах я их не зря записывают тоже в принципе один за другим я даже не зря здесь войну полов чуть-чуть отвинул потому что этот ролик сейчас судьбой он по сути таким итогом будет предыдущего ролика о реинкарнации который я записал да то есть цель каждой жизни она вот вот судьбой тогда можно назвать я бы назвал проект каждой жизни если предположить или что реинкарнации действительно переселение душ еще на этой земле в разные физические тела существуют да хотя им игру что я уж точно веру не все равно кто что-то там думает и кто и причисляет от христианского мировоззрения нет мне не суть это важно я христианин и себя называю не потому что я под какую-то систему подлазил а потому что верю что господь и учитель и бог есть наш всемогущий творец который имеет облик имеет точно такую же плоть и он и в макро и в микро мире везде есть поэтому на виде мы не видим вот он и бытие он же иисус да он все вместе он альфа омега начало конец первый последний и без начала и без конца тут же да хотя и начало и конец всего и поэтому судьбами я бы назвал вот мне очень нравится принц это понятие режиссера или судьбы да как режиссера характера или определения то есть это план маленький план достигнуть узнаете как 10 человек и вот очень любим и строить грандиозные планы и обычно ничего не добиваемся а мудрые учителя человечество всегда говорили ставьте да есть глобальная цель но ставьте маленькие задачи вот вам сегодня вы хотите х вы хотите стать большим атлетом и сильным ну ты не ставь страшно ты еще раз подтянешься ты никогда не подтянешься и ты не подтянешься зачаруешься бросишь ты поставь себе да ты хочешь стать великим атлетом это глобальная цель но задача себе ставь маленький который ты можешь достигнуть что ты достигал их 10 завтра три раза подтянуть потянул сразу ставь задачу 5 что 5 не можешь подтянулся 5 ставь задачу больше да это делал один подход теперь по 5 еще и два подхода ставь задачи реальные которых можно достигнуть который ты не достигал но можешь достигнуть и потихоньку ты будешь возрастать и поэтому вот этими судьбами я бы назвал знаете микро планы бога на каждую твою вот эту жизнь в теле да когда-то ты жил бедным рю чтобы познать нищету когда ты богатым чтобы познать богатство его бессмысленности научиться им распоряжаться во благо до нищету научиться не роптать это же вопрос и вот эту судьбу я бы назвал микро микро цели на пути великой цели да и вот эти разные судьбы твои одна судьба у тебя быть бедным одна богатым вот мы действительно смотрим на людей на себя тут надо не только на себя смотрите потому что ты обогащаешься за счет взгляда и на чужой опыт хотя бы говорил же что все равно ты опыт это сам должен приобрести я в этом убежден потому что странно все это со стороны мы все прекрасно понимаем ты не вкусив не познаешь это да вот и вот эти вот микро планы камень микро задачи которые тебе исполнила вот единственно как это с измеримо да с воли человеческой свободной и как это измеримо действительно что ты должен тогда делать какие у тебя потуги воли должны быть нужно ли как увидеть в принципе господь тебя когда сюда посылает даже допустим каждый раз в новое тело вы знаете прекрасно что с богом мы общаемся очень редко господь открывается человеку ставит какую-то явную цель конкретную да очень часто мы вынуждены как говорится даже вот в этом возрастать и догадываться а быть а планах божий да и и здесь вот то же самое то есть мы конечно же живем и мы должны именно по наитию по каким-то событиям что-то распознавать в этой жизни и вот что-то делать я сейчас говорю каким-то абстрактными фразами потому что действительно я говорю тут тут нету четкой задачи знаете как в игре в какую-то компьютерную поставим задачи найти того-то туда зайти тот сокровище там где-то разыскать и то это тебя общая задача как ты будешь делать непонятно очень часто мы знаем да вот действительно вот рвешь как говорится как попу да все делаешь вот хочешь там разбогатеть и ничего не получается или даже где-то урываешь потом все также сквозь пальцы то сам по собственной глупости все растранжирил слишком шикарно жить начал либо еще что-то и ну или там вам друзья на это жалуются вы видите чужую судьбу такую и он действительно ничего не делает у нее все вот ничего не получается да в какой-то там сфере вот он пытается бьется бьется как об закрытые ворота да и тут конечно мы вынуждены и в этом так скажем учиться я говорю распознавать как-то волю божью так скажем хотя кто познал вот эту общую истину ему уже легче он знает вот эту глобальную цель он понимает что это микро цели и тогда он спокойно живет но опять же тут можно еще разбивать да вот одна из самых конечно насущных и животрепещущих тем всегда это страдания болезни вот казалось бы ты болеешь а как а какая план и даже микро задачи мои ежечки вечно лазит по всему огороду шумят они так вот а какая какой я должен чему я должен учиться вот болезни даю какие только мнение не есть что и почему я говорю что краткая болезнь в этой же что вообще может ты родился с увечьями от рождения их уже не исправить что я должен учиться я терпеть терпение микро задача возрасти в терпении в прекрасном свойстве души может быть наоборот может быть в вере исцелиться по вере тоже может быть не роптать тоже может быть любовь как его все дела то весит их в проказе да может быть на брат еще бывает немощно еще немощным помогают то есть да может сказать такую сверху любовь править да я говорю может быть познать участь унижения оскорбления рю просто терпение и благословлять проклинаешь тебе да такое тоже может быть и ты вот ты не поймешь что тебе в евангелии мы видим местах где вообще для славы божьей бог на тебя чудо показал даже не то что в твоей дело вере вы помните как это слепорожденного господь исцелил и спрашивали кто виноват он или родители он будет никто все для славы божьей на нем явились дела божьи конечно на вот так знаете как в компьютере или терминатор перед глазами не бегут задачи решения куда пойти жизнь настолько свободны и вольны действительно вот это что много от нас сокрыты мы даже вот в этих вещах мы тыкаемся как слепые котята и вот с этой судьбой в таком понятии употреблять ее в принципе я сыграл что бог благ не и изменен да но при этом свободен это такой же аллегорический вопрос не имеющий ответа если он не изменен как он свободен если он свободен почему-то не изменяется неужели он имея возможность делать зло не делает не гневается да он абсолютно совершенно и то же самое человек ведь господь в принципе не нарушает нашу волю но регулируя обстоятельствами внешними событиями вот этим даже той же самой плоти над которой он имеет силу он имеет только тот камень который бог не может поднять вы знаете древний греческую головоломку которую пытались всех религиозных людей великие мудрецы и философы подколоть что может ли бог создать тот камень который сам не может поднять всемогущий или не всемогущий бог создал такой камень это человек он создал создал и наделила абсолютно свободный и не нарушает эту свободу хотя может он же его создал но дал ему абсолютную свободу и вот здесь получается даже бог ставит глобальный мини мини цель на главно пути глобальной цели терпению тебя в этой жизни научить ну что он тебя будет все равно через силу прямо ломать а ты вот не хочешь в этой жизни учиться терпению я знаете во что я верю они тут кругом меня прям ухаживаешь и вообще караул и вот я знаете во что верю что как бы да микро планы даже есть но это не факт ты остаешься свободе реализовать вот как мы с вами даже читали насколько то все он ты остаешься свободным несмотря на судьбу в этой жизни твоей быть там уродом или красавцем или умным или глупым популярным или неизвестным до прожить всю жизнь в трущобах индии там одним из миллионов но у тебя есть какая-то мини задача дает из этих трущоб никогда не вырвешься только у того и судьба вырваться и стать миллионером из трущоб у него именно тоже это судьба у тебя судьба в трущобах просидеть но насколько ты выполнишь в этой жизни эту задачу это зависит ли ком от тебя абсолютно бог конечно будет страну еще больше где-то сгущать там события ими регулирует прошу регулирует каждую секунду каждым действием да вот хотя как господь им регулирует мне же нету роботов все миллионы людей которые сегодня нас обидел и сказал злое слово против нас бог что ли ему вложил эти злые слова нет то есть получается бог тоже не знает будущее не знает как сейчас что тебе человека этот сделает так так волен абсолютно стоять два человека и волен тот сейчас убить может бог на него может планы на него были сто лет чтобы он прожил а это взял и убил не стоят ругаются ссориться ссориться бухают и вот его переклинивает то ну все-таки убивает бог знал об этом нет бог давал им свободу да тот его убил что делал бог да опять его в это же тело через секунду посылает в другое вернее тело и человек опять пусть заново но с тем же с той же судьбой с тем же замыслом терпение в другом теле зарождается да вот то есть бог конечно регулирует на жизнь он регулирует опять каждую секунду анализируя и из нее делает дальнейшие выводы как-то вот так вот и мы действительно проанализировал свою жизнь смотря на свою жизнь в каком состоянии мы должны максимально выжимать из этого состояния добродетели так скажем до возрастать опять в этих добродетели и опять же ведь заметить что получается я как думал вот богатые нищие ведь это же разные мы с вами уже на тему прошлом ролике так скажем разговаривали ну я монологизирую конечно вы по сути слушайте хотя пожалуйста можем и беседы я в скайпе всегда открытые комментарии пишите ваши вот что я хотел сказать там из потерял ну ладно не суть а к тому к тому что я задумывался что как бы да вроде бы вот этот бедный богат но вы знаете я говорю какие бы внешние условия не были а добродетели вот эти свойства души внешность внутреннего человека она у всех одинаковое и в любых ситуациях можно в ней возрастать ведь господь смотрит не сколько ты отдаешь бедный или богатый как он это не надо не на количество денег усмот от данных она процентное соотношение помните вдова две лепты отдала все пропитание свое сделать не в том что богатый две лепты кинул это для него вообще ничто даже их не заметил что такое две лепты для миллионера это вообще а для нее это все пропитание отдал сто процентов и вот в процентном соотношении конечно она выросла да она любвеобильно а другой там жлоб да не за что все имение свое многомиллиардное раздал он там может 10 рублей не подает действительно вот терпению можно везде и всему учиться не важно кто ты в какой-то профессии на своем месте выжимай все из этого когда ты понимаешь тогда уже не суть важно я единственно тоже есть как бы несколько путей даже получается и опять же вот я затронул тему скорбей ну хоть это и разные пути ты не знаешь их а друг другу богу как бы все равно он тебя даже из ты тут можно и и по очереди несколько добродетелей чуть-чуть насобирать знаете винегретик сделать или в одну перец то есть ты вот болеешь ты можешь в вере стоять я буду верить пока господь мне не сцелит тоже хорошо может в терпении хотя вера будет еще и с терпением с сопряжена потому что будешь верить ты будешь терпеть ты можешь последовательно делать или параллельно эти возрастать хорю хотя получать с верой терпения очень близко да вот те же сам ты будешь насмешки недопонимания до выслушивать буш в смирении там тренироваться так скажем возрастать да вот когда тебе будет тыкать хотя и все это серия рядом и нам кажется это разные варианты с другой стороны они близко вот ты по сути одно добродетель она за собой другую тянет и ты вот так вот одно прекрасное свойство она и второе у тебя подтягивается тоже растет поэтому загоняться принц ты прекрасно понимаешь что и терпение хорошо и вера хорошо да вот так что вот так вот поэтому тут тоже сложного ничего казалось бы нам и что это немножко все разное и надо себе голову ломать на самом деле прекрасно знам мир в чем человек должен вырасти в красоте души своей и ты просто поступай в каждой ситуации свято свято праведное благо вот и все поэтому заморачиваться да как бы есть судьба мы же тоже на своих детей строим кит план посмотрите но они меняются ну да казалось но отдали куда-то там спорт ну да вроде идет ну да может быть даже думают уже что это будет его жизнь его корм его пропитание будет спортсменом там а потом как-то он вырастает уже и сам родитель говорит мне что-то не тянет да мне надоело вот здоровье может подвести думали будет потом подводит травмы или ухудшения какие-то действительно внешне промыслительно также от бога и все меняется да и мы меняем свой план поэтому загоняться до судьба есть у богна есть на тебя какие-то мысли нашли но ты оставишь свободе то как бы даже эту судьбу вот это неизменность рок конечно в это я не верю вот как таково но как мы видим я грудь то есть даже вот люди разговаривают и ру откуда вот эти споры разногласия да вы посмотрите но даже возьми википедии ведь разность понять один верит в судьбу и исповедует это определение как судья другой как режиссер 3 как рог да это разные понятия извините хотя слово одно и вот к сожалению беда когда мы вот это все друг другу глотки грызем не разобравшись а даже разобравшись у каждого каждый может в это свое вложить это есть разные слова а порой даже слов и не хватает нас у одного слова несколько разных определений и задачи свойств ни в коем случае за это или никогда нельзя грызться суть бытия любовь вот в ней надо подвязаться так что вот так вот по поводу судьбы в принципе слова можно употреблять и вот игру к всем и вечно все боимся ничего не в них ним не выясним готовы не знаю вот этих не знаю не принимай как хотите простой истины жизни который с бессмертия любви и свободе вот из этих вещей грызем друг другу это конечно беда а тут ничего такого нет тоже судьба да судьба так что мы видим что я хотел показать что даже ее определение общее принятое она очень разное ведь что там это не всегда предопределение хотя игру по сути тогда у нас жизнь предопределена я вам всем грушта я верю во всеобщее покоение по сути хоть я как-нибудь возле не упирайся когда-нибудь придется все равно стать святым да я вот это и человек нету выбора вот судьба получается не пони не рок до святость от предопределение твою все равно как все равно будешь святым вот так ну наверно все в принципе еще сказать то не знаю сказал я думаю в комментариях как всегда пишите ваши мысли размышления что вы думаете по этому поводу я с удовольствием все читаю лепите ваши божественные большие лайки ибо все мы боги и дети всевышние все мы призваны к благу которая достигается только совершенством в любви все у всех люблю целую обнимаю до встречи в следующем ролике в следующий ролик запишу о войне полов о мужском и женском поле думаю будет вам не безинтересно у меня у самого вот реально кое-какое мнение вот это мировоззрение мое можно сказать изменился я не боюсь изменения вот кто-то тут упрутся в одно все я такой он аж боится что через некоторое время он сам от своих мнений отрекается ему скажу что да ты не постоянно дыма люди и мы стремимся к совершенству мы в нем не рождены мы идем если это мировоззрение меняется в лучшую сторону к истине тебя приближает все что боятся стесняться того что ты возрастаешь хорошо вот и тут у меня прям сильный я бы сказал перевернула мне это дало такое тоже опять облегчение свободу знаете истина еще и правда освобождает как-то вот внутренние и вот эти и знания истины его здесь него здесь а вот здесь это отношает же отношение к верю у меня поменялся отношение к женщине достаточно серьезно я думаю вы удивитесь насколько и в каком русле я все равно раньше немножко не так мыслил и как-то я вот пересмотрел свое у меня терзал вопрос вот когда он не открылся мне стало легко как определять опять для себя по крайней мере есть мне этот вопрос просто освободил у меня уже нет тогда вопрос осталось только если на практике познать так это или не так но это будет открыто мне либо в этом мире ли в следующем потому что эти вопросы здесь мы действительно разнополые да вот но я вам расскажу свои мысли на самом деле как я считаю но меняет вопрос принципе освободился ну все пока пока